Микс Ньюз Лайф Ис Гуд Люблю Лайф Ис Гуд Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю Лайф На Радио Болтком И всем еще раз доброе утро Действительно программа Люблю Лайф И Инна Авина Главный редактор журнала Люблю У нас в студии доброе утро или день У кого что наверное Лето если кто то в отпуске Так может и утро У нас уже день например у людей работающих Но тем не менее день это прекрасно Какой сегодня солнышко Те кто на море мы вас поздравляем Можно наверное отправляться на пляж Все будет здорово А у нас смотри вот на столе и в киосках у людей Два журнала Люблю Лайф Наша толстая Красивая глянцевая обложка Старшая сестра И люблю обыкновенные еженедельные Ну как то вот они оба подобрались В такой синей гамме Правда так по летнему Мне кажется что интересно для журнала Толстый звучит как комплимент Да в этом случае наша толстая сестра Говорит о том что с ней все очень хорошо Она прекрасна Да 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 в этом случае комплимент конечно Ну и вот как раз Люблю Лайф Может быть с него и начнем Что самого было любопытного и интересного Самого может быть такого яркого Сложного я имею ввиду сложного Вот при создании Какие то Когда создаешь глянец Всегда думаешь о том Как здорово преподносить читателям Такую жизнь В какой может быть они хотели бы находиться Женщинам свойственно мечтать Я думаю что может быть Мужчинам больше свойственно строить планы Так сказать Как людям более рациональным Логически устроенным И таким мыслящим Более конкретно А нам женщинам свойственно Как-то улетать в облака Мечтать Придаваться каким-то фантазиям И вот когда мы с командой С редакцией придумываем следующий номер Мы всегда думаем о том Какую бы описать такую жизнь В которую хотелось бы попасть читательница Открывающая наш журнал И вот тут мы уже стараемся Вот во всех областях И рассказываем о том Как можно было бы что-то такое интересное Летом предпринять для себя Вот Марина Рабазова Наш автор Написала мне кажется Очень такой трогательный И такой вот классный Такой тонкий очень женский материал Незабываемое лето Вдохновение на каждый день Что ты можешь для себя такого сделать Если у тебя лето творческое Допустим ты в отпуске Если у тебя лето рабочее И ты находишься в Риге, в офисе Хотя что это я Сейчас офис может быть где угодно Мне кажется и на даче, на террасе Если ты выходишь с ноутбуком Вполне может быть лето рабочее Наш партнер Лена Тонова Руководитель женского бизнес-клуба Рассказывает о том Как можно создать Какую-то такую себе мотивацию для работы Если ты действительно вынужден Ну скажем остаться без отпуска Самообразование Если у тебя лето учебное Тоже можно очень здорово провести время Допустим отточить навыки Какие-то в языке Или пройти какие-то онлайн курсы Кстати сейчас классные возможности Действительно есть Заходишь в любую социальную сеть Хоть в Инстаграм, хоть в Фейсбук Хоть там в Телеграм Я не знаю кто чем пользуется И обязательно будут предложения По каким-то онлайн курсам Очень многие курсы делают Первые там одно-два занятия бесплатно Ну это же здорово Ты можешь попробовать Пожалуйста какой-то вариант Ну так сказать Вообще понять Хочешь ты в эту область Не хочешь ты в эту область Раньше не было таких возможностей А сейчас мне кажется Это еще и очень удобно Хочешь на пляже Пожалуйста в телефон Воткнул наушники И допустим слушай Какую-то образовательную программу Классно Совмещаешь приятно с полезным Можно посещать Вот все эти Курсы лекций Прослушать Прямо на пляже Да Но если вот заглянуть в начало Тут я вижу знакомое лицо И это на самом деле Очень такая яркая Харизматичная личность Сергей Полунин Которого любители кино Видели в убийстве В Восточном экспрессе Где он в экранизации Агата Кристи блеснул Он начал Шикарно конечно Он там Да-да-да И вообще такая личность Достаточно известная И скандальная Даже из-за портрета же На груди Путина Его там Да Чуть ли не Исключили из труппы Там каких-то театров А такие Ему по-моему То ли вот у меня доверие То ли Что-то какое-то Общественное порицание Ну что-то было такое Очень серьезное И Разорвали с ним контракт Но Как он все это объясняет Я ни перед кем Не обязан Объясняться На предмет Каких-то своих Художественных изображений На собственном теле У меня никто не спрашивал Что это означает А Я никому не обязан Рассказывать Ну вот сделал и сделал Ну он конечно Очень интересный Ты знаешь Что меня поразило Больше всего Вот когда Собираются Там Девушки Женщины На какие-то девичники Конечно болтают все О том Может кто с кем Познакомился Как это происходит И Очень часто Я слышу о том Что Ну вот эти все Романы в сети Ну это такая ерунда Ну боже Ну о чем вы говорите Ну это же Ну это же все понятно Да На сайтах знакомств Ничего не происходит Серьезного А вот между прочим Король балета И олимпийская чемпионка Елена Ильиных Между прочим Ну действительно Очень заметная фигура В российском Фигурном катании Ребята познакомились В инстаграме О-о Ты можешь себе вообще Представить То есть она Как нормальная поклонница Как такая девочка Из фан-клуба Написала Сергею Полунину Мол Боже мой Сергей Восхищена я Вот Вашим творчеством Вами и так далее Ну и все И как она сама Объясняет У нас большое интервью Которое взяла Московская журналистка Наш автор С которым мы сотрудничаем И вот она говорит Да Ну нет ответа И нет ответа Ну ладно Я так подумала Ну действительно уже Где я и где он Хотя заметим Она олимпийская чемпионка Все-таки И прошло какое-то время А он оказывается Даже вообще Не Не заглядывал Да естественно Он не знал Ни что такое директ Ни кто туда пишет Ни что там вообще происходит И вдруг Ну вот Ну как это назвать Иначе Чем не чудом Судьбой И вот в какой-то момент Кто-то ему По-моему Кто-то из коллег Сказал Сергей послушай А ты вообще в курсе Что у тебя там Небось в инстаграме Переполнена Вся эта корзина писем Он говорит Правда А вы мне покажите Где это Мне же любопытно Он зашел И вдруг увидел Вот Лену И почему-то ответил Именно ей Хотя там было Пять тысяч других Сообщений Писем Все И так начались Их отношения И Девушка красивая Такой я думаю Каждый бы С удовольствием Ответил бы Да Действительно И А ты знаешь Что самое интересное Дальше Они Встретились Очень быстро И как говорит Сам Сергей Я сразу понял Что это мой человек Вот сразу Мне не надо было Ничего там Вот узнавать Знаешь Там повстречаться Чтобы понять Подходим Друг к другу Или нет А Лена Вот как раз таки Оказалась Ну той стороной Которая Стала думать Да Звезда Я все понимаю Я ему нравлюсь Кажется Мне хотелось бы верить В это Ну Мало ли А вдруг он Человек Избалованный Женским вниманием Я думаю Избалованный Ну так Между нами На самом-то деле Вот И Она была Более осторожной Ну Я думаю Я думаю Я думаю Такой темперамент Прекрасный Сергей Смог убедить Ее В искренности Своих чувств В общем Прекрасная пара Сложились Они уже Сыночка Родили сыночка С потрясающим именем Знаешь Ну вот как-то так Вот так получилось Сережа захотел Ну А я подумала Ну ладно Пусть уже будет мир Девочку бы вселенная Назвали Она кстати говорит Что если была бы девочка У нее уже есть имя Но она его припасла Ну знаешь как Жизнь-то длинная Мало ли вдруг Еще будет девочка А то и не одна Вот Поэтому Имя она то не называет Тайну не открывает Ну естественно вопрос Ну а бабушки-то как Бабушки-то в общем Ну люди как правило Более консервативные Чем молодые родители Ну ничего говорит И бабушки смирились И все друзья уже Как-то привыкли Мирусиком Мальчика клинут Вот я вот пытаюсь Попонять как бы Вот Кличут мальчика Мирусиком Ну и вроде как Все довольны Все счастливы Ребенок классный Родители посмотри Такие красавцы Творческие Ну что еще хотят Она кстати стала танцевать Не только на льду Но и на сцене Муж ее увлек И у нее Собственная такая Непростая творческая Судьба У нее Распался Один Дуэт Танцевальный На льду Ушел партнер Там были какие-то там Свои тоже сложности И вся Россия Очень переживала Как мы все Знаем И помним В России Фигурное катание Это такой особый вид спорта Как правило Вызывающий много Такого душевного Отклика У зрителей И мы всегда следим Да Вот на всех Олимпиадах Соревнованиях За фигуристами И я слышал Что там как раз Как бы Мальчики Ценятся больше В парном Катании Чем девочки Да Вот есть такой нюанс И вот они более капризные И прямо вот они все Вот ведут себя Этию сменил Вот Лена На какой-то момент Осталась без пары Потом какая-то Другая пара Но с другой стороны 25 лет Такая красавица В шикарной форме Ну и вот она Решила попробовать Перейти на паркет Я этого спектакля Не видела Но бог даст Восстановится Как-то все В нашей жизни Может быть И гастроли Какие-то получатся Да Или нам откроют границы Мы куда-то съездим Ну и увидим Как оно все Это происходит На сцене Но по фотографиям Очень любопытный балет Поставил Вот сам Сергей Полунин Называется Распутин Где он И вот Лена В главных ролях Она сыграла роль Императрицы Я думаю Что там лавстория Очень любопытная Конечно Главное Что материал Очень большой Тут на несколько разворотов С большим количеством Фотографий Вот красивые Живое интервью Что всегда конечно Очень интересно Да Читать И много красивых фотографий Тут и Татуировки можно Порассматривать Мы уж тут постарались Да И прислала Пресс-служба Вот ребят Потрясающие совершенно Фотографии Тут да Можно Смотреть Радоваться Специальная фотосессия Видишь вот С миром Маленьким С мирусиком Вот так что Здесь у нас все хорошо Иван Ургант И все на свете Все что Можно Оправдываем Звание глянца Изо всех сил Мы перед тем Как перейдем К следующим материалам Наверное Сейчас сделаем Маленькую паузу После чего Вернемся в студию Продолжим программу Люблю лайф Продолжается программа Люблю лайф Вот мы листаем Как раз таки Журнал С этим названием Цены Авины Разглядываем картинки У нас К сожалению Времени то Не так много А журнал Получился такой большой Толстый большой Да И тут вот Очень действительно Интересный материал Про Федора Конюхова Его любовь Ирину Конюхову Тоже кто любит И то как они дали обед Вот как раз Материал посвящен Мистическим историям Из жизни звезд Про то Как люди Кто-то вымаливал Ребенка И у них это получилось На святой земле В Иерусалиме Вот как Антон и Виктория Макарски Прекрасная такая пара Красивые ребята Все Ну вот очень долго Более 10 лет У них в паре не было детей Ну вот и сейчас Посмотри какие красавцы И сына И доченька Замечательная И Дарья Донцова Которой Еще когда она проводила Свою юность Жила в Сирии временно Какая-то там гадалка В городе Алеппо Нагадала ей Всякого разного Там и дочи И тяжелую болезнь И то что станет она Миллионерша Благодаря своей правой руке Донцова говорит Да ну глупость какая Ну при чем тут правая рука Какие миллионы Советская студентка Там муж у нее был Просто журналист-международник Вот они жили за границей Ну а потом Видишь как все И болезнь она Переболела Онкология И в этот момент Писательницей стала И действительно К ее Детективам можно Ну по-разному Относиться Но вместе с тем Они невероятно Популярны конечно Огромными какими-то Нечеловеческими Сиражами Выпускаются Ну и с невероятной Скоростью Просто пишутся Потому что каждый Буквально там Месяц-два Вот новая книга Что-то такое Ну будем верить Что это все Благодаря волшебной Правой руки И предсказанию Вот этой вот Значит Какой-то невероятной Там бабули-гадалки Вот Татьяне Тарасовой Оказывается Тоже гадалка Предсказала Ее любовь И вот этого Мужа С которым Они прожили Долгую Очень счастливую Жизнь И поддерживали Друг друга Она переживала Когда он ушел Из жизни И значит Тоже довольно Любопытная история О которой я не знала Екатерина Рождественская Значит Дочери Советского поэта Да Знаменитого И известный фотограф Вот она сама Оказывается Тоже в их паре Долго не было детей И Она Заходила В какое-то Специальное Ритуальное Что-то Ну какое-то такое Мероприятие Связанное с погружением В ганг И Да Действительно Через Буквально Сразу вот через 9 месяцев У нее появился Первый сын на свет Ну в общем Тоже такая любопытная история По таким подробностям С юмором Рассказанная Ну В общем Любопытно почитать О том Что только не бывает В жизни женщин Удивительного Когда Есть какая-то идея Мечта Ну вот Желание Которое хочется Воплотить Обязательно в жизнь Очень любопытно Наша латвийская звезда Балета Эвелина Годунова Которая тоже приходила И на радио Неоднократно Да Здесь тоже Большое интересное интервью Любим Ценим Восхищаемся Всегда Рассказывает о том Как вот Она пережила Изоляцию Живя в Берлине Вместе с мужем Есть такой маленький нюанс Который мне тоже очень понравилось Она говорит о том Что они Ну когда закрыли Все Пропала возможность Для репетиции Она говорит Пытались Вместо балетного станка Репетировать Держать За подоконник Или за край Обеденного стола И даже делать прыжки Она говорит Ну судя по всему Соседи не обрадовались Конечно Но немцы люди Очень тихие Очень приличные Вежливые Замечания им не делали Ну Было довольно Забавно Конечно Все эти Рассказы Тоже конечно Красавица Невероятная Смотришь на фотографии Любуешься Ну очень приятно Обычно в паре Вот бывают Значит Двух подруг Девушек Одна красивая Другая умная Но вот тут Интересно Что две Подруги Софья Ковалевская И Юлия Лермонтова Обе Невероятно умные Ну и достаточно Такие Интересные Женщины Да Вот Наша Давняя уже Автор Алла Горбач Которая много-много лет Сотрудничает Почти в каждом Выпуске журнала Люблю лайв Радует нас Такими историческими Материалами Очень-очень любопытными Я Сама Первый раз Узнала О такой Даме Юлия Лермонтова Ее называют Представь себе Ну как бы Первооткрывательницей Основоположницей Такой Отрасли Как Нефтепереработка Можешь себе представить Вот Не Какие-то Ученые-мужи Бородатые Такие А вот Юная Дева В кринолинах И кружевах Стала Основательницей Отрасли Нефтепереработки На которой Сейчас Живет Ну прямо Скажем Да Огромная страна Называющая себя Одной шестой Частью суши Да И Показывающая Всему миру Вон Чего у нас Там вот есть И как мы Вас Сейчас вот Всех Удивим Напугаем Там Все что угодно Сделаем А вот Оказывается Вот какие-то Вот Базовые вещи Создавали Такие люди Про которых В жизни Не подумаешь Что там Они могли делать Вот да Вот эта вот Хрупкая девушка Которая Зовется Юлия Лермонтова Описана Описана вся Ее судьба Очень Невероятно Интересно Они Были Родоначальницами В том числе Такого Феминистического Движения В России Которая На тот момент Не хотела Ничего особенного Как Допустим Сейчас Да То есть Есть Ну такие Очень Агрессивные Как бы Ответвления В феминизме Течения Такие А тогда Девушки Просили Только одного Разрешения Посещать Институт И университет Они хотели Учиться Они были Талантливые Одарены В тех Областях Которые На тот момент Ну как бы Не считались Для женщин Подходящими Допустим У них были Способности В физике В химии В математике Ну вот Их туда Не пускали И нужно было Специальное Разрешение От родителей От отцов Причем Матерей Тоже Никто Не спрашивал Нужно Было Специальное Разрешение От мужа Девушки Очень часто Должны Были Ну вот Допустим Если Не получалось Выйти Замуж Ну по Каким-то Более Объективным Обстоятельствам Там Любовь Или договор Родителей Раньше По любви Вообще Мало Кто Замуж Выходил То тогда Совершался Фиктивный Брак Потому что Той же Самый Софья Ковалевская Брак Это был Фиктивный На самом деле Несмотря На то Что она И дочку Родила Дочка Своей Никогда Не занималась Ребенок Так воспитывался По подругам По знакомым По друзьям В общем Очень интересный Материал Не буду Все карты Открывать Но на самом Деле Можно Зачитаться Вот погружаешься В атмосферу 19-го Начало 20-го Века И вот Это Юлия Лермонтова Она прожила Длинную Действительно Очень Любопытную Такую напряженную Жизнь В ее жизни Было Очень много Приключений И В советское Время Ну Много Много Было Всего Потому что Ее Выселили Конечно Потом Когда Произошла Революция Октябрьская Несмотря На все Ее Значит Открытие Завоевания В мире Науки И вообще Пользу Которую Она принесла И Российской Империи И потом Советскому Государству Но Тем не менее Любопытно Ну очень Любопытно Все это Происходило И Что произошло Вот с этой девочкой Которую Родила Софья Ковалевская Мы-то все Ее знаем Как О Это прекрасная Значит Ученая Дама Которая Совершила Переворот А какая Она была Жена А какая Она была Мать Ну там Много вопросов К ней Одним словом Есть И здесь Приятный Коллекционирует Старинная Фотография Смотри Смотри Тут много Иллюстраций Тоже Это Экспонаты Его коллекции Потрясающе Интересный Рассказ Почему Вообще Человеку Пришло в голову Коллекционировать Фотографии Это Не родственники Это Вот Просто Сторонние Люди Ну вот У Артура Есть личное Отношение К этому Он Объясняет Как Что Дают Почему Такая Коллекция Как Она Создается Да Как Отличаются Эти все Старинные Фотографии Вот смотри Обратные Стороны Этих Фотографий Да Рубашки У них У всех Разные В общем Очень Причем Вот мне Всегда Кажется Вот есть Какой-то Такой Философский Немножко Момент В этом Например Коллекционировании В старинных Фотографиях Ведь Тем самым Мы сохраняем Жизнь Ну вот Память О людях Которые Давно ушли Потому что Мне кажется Самым ужасным Что Когда уходят Постепенно Люди Их архивы Их старые Фотографии Начинают Выбрасывать Ну то есть Когда открываются Альбомы Уже там Половину лиц Ты не знаешь И думаешь Боже мой Ну кому это надо Это абсолютно Наверное Абсолютно Лишнее И тем самым Стирается вообще Память о существовании Этих людей Которые были запечатлены Хотя вот Мне кажется Что Я Ну вот Сейчас озвучу Эту мысль У меня всегда было Кроме Фейсбука Вот создать Условно говоря Дэдбук Вот память Память о тех Кто ушел Вот Сохранить их Вот вся максимально Возможная Информация Вот такими Они были Там то они жили Пусть где-то Это хранится Такой как ин мемориум Чтобы вот оставалось Где-то в каком-то пространстве Память о людях Которые Да Они ушли Но Вот они Вот мы смотрим На эти портреты И понимаем Что они когда-то Были молодыми Да Они были зрелыми людьми Потом вот они постарели Вот они так сидят Вот это вот их дети Внуки Наверное Еще что-то И вот Артур Рассказывает Когда заходишь В какую-нибудь Кварную лавку В магазин В любой стране Неважно В какой стране мира Он говорит Я понимаю Что эти фотографии Вот там продающиеся Они остались сиротами Да То есть они в какой-то момент Оказались не нужны родственникам Очень такой болезненный Тонкий момент Вот И покупая их Он говорит Я как будто бы Их принимаю к себе Они как будто бы Становятся Какой-то частью Вот Ну вот Пусть какой-то такой Вот семьи Которая создана По крайней мере У меня в кабинете В том месте Где хранится Вот эта его Коллекция Очень обширная Надо сказать Такой действительно Любопытный момент Но они уже Как будто бы И не брошенные Потому что Все-таки Да Они находятся В руках Неравнодушного человека Который вот Их собирает И поскольку Он является Психотерапевтом Гештальтерапевтом У него Ну особое Отношение К вот И к изображению К энергии И ко всем Вот таким вот Ну взаимоотношениям Что ли С предметным миром В том числе Да Вот такой Очень тонкий момент И мысль у меня твоя Тоже очень нравится Прямо такая интересная Да Вот тема даже Для беседы Как-нибудь надо будет Обязательно это Да Что-то такое философское Правда Вот прям вот Хочется даже поговорить Об этом Но мы с тобой сделаем Что-нибудь такое Я думаю Будет здорово Ну вот смотри Женский же журнал Как же мы Про платья не поговорим Естественно поговорили Вот дамы дорогие Увидите Топ 5 Тех платьев Которые все-таки На пике моды И дизайнеры Нас радуют И никакая пандемия Не может остановить Полет творческой мысли И желание Женщины все-таки Зайти в магазин И каким-то образом Себя удивить Порадовать Поддержать И еще один нарядик Приобрести Ну и туда же Это же Обязательно разделы Относятся все Процедуры красоты Уход за собой Рассказываем О новинках Которые появились В нашем городе Опять-таки Несмотря на все Карантины Запреты Все вернулось Уже Открыты Клиники Эстетической хирургии Можно и нужно За собой ухаживать Есть новости Читайте Пожалуйста Вот наши Постоянные партнеры Клиника Эрестетик Рассказывает Много интересного Косметические новинки Представлены В нашем журнале Разнообразие В ассортименте И Очень много Мы говорим О женском здоровье О лазере Который помогает Решать очень многие Проблемы Одним словом Девушки Дамы Вперед А Вот еще о чем Я хотела сказать И Обязательно обратить Внимание Читательниц У нас Есть Статья Тоже очень подробная Так сказать Из раздела Актуальная Песня Матери-студента Называется С прологом Эпилогом И позитивом Личный опыт Нашей Журналистки Автора Которая Отправляла Детей Учиться За границу В Великобританию Рассказывает Как это было Разные истории Из жизни Разных людей И Очень много Значит Таких вот Опорных моментов О чем надо Подумать заранее Отпуская Ребенка На учебу Вот В свободное плавание Олег Скажи пожалуйста А ты вот Будучи студентом Где учился Дома Или за границей В Москве Ага Значит Жил в общежитии Тоже был тем самым Студентом У которого была Правильная Студическая жизнь Вдали От родного дома Было очень интересно Именно тем Что ты оказался Будучи домашним ребенком Внезапно оказался Полностью Оторванным От дома Да В нежном возрасте Восемнадцати лет Ты вдруг понял Ой А вот она Реальная жизнь И она какая-то другая Надо распоряжаться Деньгами Нужно понимать Как вообще Все это распределить На месяц Чтобы не голодать Не улететь в трубу Последние три дня До стипендии Они всегда были Тотальный голод Такой Вот Но спасали Слава Богу Это же общежитие Мы ходили Побирались по девочкам Которые там Как-то прикармливали Мальчика Что-то там пытались Вас спасать Как картошечки Там жареные Там могли картофель Макарончиков Каких-то отсыпать То есть это все Было в общем очень Да И вот здесь У нас тоже И бытовые страсти И о том Что сейчас Мы как будто бы Ну вот живем Да Мы понимаем Ну да Большой ребенок Что же он не понимает Что ли там Как стиральную машину Включить А откуда ему понять Если он ее не включал Ну вот на самом деле Максимум Что он может сделать Это донести свои вещи До корзины Может быть Да Вот где хранится Грязное белье И то не факт Вот например Здесь история рассказывается Ребенок стал жаловаться На аллергию Что вот кашляет Он чихает Трудности какие-то Мама по скайпу Не понимая Боже мой Что с тобой Дитятка Как там Врачи Еще что-то Чудом Я уж там не помню Ну вот в статье Описано Вышел разговор Значит на то Что она говорит Ну а спишь-то ты как Ну вот удобно ли тебе Хорошо ты Вот что у тебя Как В общем выяснилось От чего аллергия Человек прожил Четыре месяца Не меняя постельного белья В голову не приходило То что Это необходимо Мама Боже мой Полевые клещи Грязь Ну что же ты Какая же там аллергия Ты просто четыре месяца Спишь на одной и той же подушке Ну вообще вот такие вот истории Они вроде бы смешные Ну и такие Ну грустные Одномоментно Очень много есть Полезных Очень толковых Таких вот Конкретных советов О чем надо поговорить С ребенком Перед тем Как его отправлять Да Что их ждет Советы родителям Чтобы как-то спокойнее Относились к тому Как будет меняться ребенок Да Он уедет в Европу Или это будет Россия Ну куда он собрался Уехать Ваш студент Он обязательно познакомится С какими-то такими Детьми Про которых вы будете думать Это дурная компания Они испортят мою девочку Или там мальчика Неважно У него могут поменяться Политические взгляды Да Вот приедет через полгода Человек Который начнет вам Задвигать какие-то Странные идеи Никто не знает В какую сторону Вот И как его увлекут Какие-то новые друзья Да Возможно какие-то Преподаватели Скажем Уезжал там Православным человеком Вернулся и объявил Родители Я буддист В общем не надо Падать в обморок Еще через полгода Он может вернуться Там коммунистом Например Или еще Ну все что угодно Может произойти Такой возраст Как бы Пробовать себя Как-то вот Ну бросаться с крайности В крайность А когда Если не вот 18-19-20 лет И вот Так что статья Очень полезная И все вот Мамы взрослых детей Вот от души Рекомендую Почитайте Мамы подростков Тоже Потому что Скоро И вы будете В этой лодке Ну Гурманские Тут какие-то удовольствия Всевозможные Как сделать домашнее мороженое А как же без этого Правда Лимонное Фисташковое Вообще Ну и естественно История мороженого Тут я понимаю Рассказывается Да Да Решили себя побаловать Потому что Ну как же без этого Ну и вот смотри Еще одна Такая Очень Мне тоже нравящаяся Прям такая душевная Статья Это топ 7 Латвия, Литва, Эстония Парков Красивых Потрясающе Ухоженных С историей Богатой И рассказывается История каждого парка Как сделали Кто придумал Что происходило Упоминаются Меценаты Которые Участвовали В создании Этих парков Любимы Вот Верманский парк Естественно Приморский парк Посмотри Какие красивые Фотографии Венспилсе Ну конечно Ну очень много Петровский парк Вот тоже Наш любимый И в каждом Этом вот Материале Есть Несколько Фактов Которые Можно Ну вот Прочесть Запомнить И потом Пойти на прогулку С друзьями Или скажем Туристами Приехавшими К вам С другой стороны И блеснуть Какими-то Такими знаниями Буквально Стать экскурсоводом Для своих друзей И всем будет Очень приятно И тебе Саму тоже Ну и Сколько тут Времени займет Чтобы доехать Добраться До этих парков Да-да-да Вот допустим Шауляи То же самое Всего 150 километров От Риги А посмотри Какая красота Или покройская усадьба Вот Которые Тоже вот Многие в соцсетях Фотографии Наверняка Ты видел Ну там Вот очень красиво И так вот И мило И здорово И все это рядом Там 120-130 километров Эстония Это же все Совсем недалеко Тарту тоже Ну 240 километров От Риги Да Ну и все это Вот В этом толстом Увлекательном Интересном Журнале Мы Наверное Прибережем Более стройную Да Версию Журнала Люблю Для следующей недели Прибережем Да Ну в продаже Сейчас и та и другая Так что Добро пожаловать К нам Дорогие читательницы Скоро Уже скоро В августе Объявим Подписную Компанию Расскажем Как стать Друзьями нашего Клуба Почитателей Журнала Люблю И всех Приглашаем Встречаться На страницах И слушайте Нашу передачу Спасибо большое До новых встреч До следующей среды